Создаем топоповерхность или рельеф на нашем участке. Заходим во вкладку форму генплана, топоповерхность, левой клавишей мышки нажимаем. И здесь у нас появляется инструмент. Вот есть разместить точку, создать по импортированным данным. Это когда геодезисты дают данные с точками и автоматически создается рельеф. Но он актуален для больших участков. Начнем. Итак, разместить точку. Нажимаем. И у нас получается активная точечка. У нее должна быть высота, отметка. Ну, в данном случае у меня на проекте здесь отметки. Вот, начиная с 800 метров над уровнем моря. Вот. И на понижение сюда 792 метра. То есть, в первую очередь мы берем и ставим ту отметку, которая нам необходима для начала. И мы возьмем 800 метров. Вот отсюда. 800 метров. И можем поставить отметки на 4 угла. Такие примерные для того, чтобы потом формировать рельеф. Допустим, здесь 700 метров. Здесь у нас возьмем, вот изолиния идет вот это. 798.22. 22. 22. То есть, вот, допустим, поставили сюда. Сюда можно поставить 792.86. И сюда поставим 793.10. Если мы хотим пока посмотреть, что у нас получилось, нажимаем на галочку и получается у нас, вот, пока уже есть соответствующий рельеф. Но, я рельеф сделал здесь сверху, у меня существующий уже есть, он скрыт. То есть, вот, один рельеф наложился на другой. Это тоже интересный потом подход, мы в дальнейшем будем рассматривать. То есть, вот есть рельеф. Один, да. Есть второй рельеф. Они пересеклись сейчас, но суть заключается в чем? В том, что это вот новый, я его сейчас удалю и оставлю на существующий. То есть, первый подход, когда мы точки размещаем, вот эти точки, мы размещаем вот по изолиниям или по отметкам, которые нам дает геодезисты. И мы размещаем высотные отметки. И таким образом у нас начинает формироваться дельеф. То есть, вот эту, в каждую точечку, она у нас имеет свою отметку. Вот. И мы ее вот таким образом, как я показывал, мы ее ставим. Это можем еще раз, вот, взять, разместить точку уже в редактировании поверхности. Например, возьмем, здесь у нас 800, опять же, измениваем 800 и будем вот так ставить. Чем больше точек, тем плавней будет переход на рельефе. Потому что, вот такие могут быть и моменты появиться. Вот видите, здесь эта точка, она ошибочно поставлена, вот она. Таким образом, она портит плавность перехода рельефа. Я сейчас удалю, и вот уже плавней стал. Это самый простой способ, который используется. То есть, берем просто точку, размещаем ее и получаем рельеф. Но, вот как здесь видно на этом, в моем проекте, я не до конца еще все поставил. И поэтому есть некорректный рельеф, вот с такими впадинами и так далее. Для того, чтобы этого не было, необходимо, даже вот на плане, вот такие изолинии проектные, они, видите, здесь такие хаотичные. Хотя, здесь мы видим и подоснову геодезическую из автокада. Вот она, указана отметка и линия. И изолинии, которые выставил рельеф. Вот мы их выделили, они выделяются. Надо как можно точнее совмещать эти линии. То есть, вот, допустим, вот так вот берем и вручную переводим эти точечки под каждую изолину. То есть, таким образом мы формируем существующий рельеф. Не проектный, существующий. Нам существующий рельеф необходим для того, чтобы в процессе проектировали. Мы видели, как у нас располагаются наши объекты. И потом, по необходимости, мы можем изменять эти отметки и делать уже проектный рельеф. Проектные отметки. А проектные отметки мы можем делать уже или проектными горизонтальными, или вот такими плавными изолинами. Сейчас дальше мы будем это дело рассматривать. То есть, поставили точки, и таким образом, вот, рельеф становится более корректной. Но, лучше всего, когда нам необходимо сделать более точный рельеф, особенно, когда сложный рельеф с какими-то холмами, откосами, то лучше всего, конечно, более точно размещать точки. И чем больше, тем лучше. И на одинаковом расстоянии друг от друга. У меня они стоят не на одном расстоянии. Так, это я выделил сейчас автокадовскую прогнозку. Вот, выделил. Тут надо научиться детектировать поверхность. Это выделена топография. Поэтому, вот эти точечки, желательно, чтобы они все были вдоль линий, вот, изолиней, которые вам дал геодезис на своем плане. Вот, это первый способ, самый простой. Обязательно не забываем сохранять. Так. Рассмотрим следующий способ размещения высотных отметок. Пока не будем работать над нашим проектом. Здесь более-менее понятно. Единственное, что теперь обратим внимание. Вот, видите, здесь переломы такие некрасивые, неточные. Это из-за того, что я не доработал еще этот проект и не расставил корректно точки по изолинии. Вручную не всегда это удобно. Для этого есть еще способ более удобный, может быть, более длительный. В чем он заключается? Нам надо нанести изолинию. Возьмем инструментарий или линия, или геометрические фигуры. Для плавных изолиний возьмем дуги. Вот, например, возьмем, построим пару дуг, вот, одну дугу. Можно их будет выделить. Скопировать. Возьмем на 5 метров. Такое сделаем покрасивее. Вот, и сделаем плавный перепад. Это очень важно, когда необходимо получить более точные отметки. Вот, особенно на 3D-модели перед визуализацией, где в камеру может попасть некрасивый перепад и перелом рельефа. Ну, или, собственно говоря, здесь тоже, если на 3D посмотреть, тоже есть хорошо. Вот, вот мы нанесли изолинии, которые будут указывать на перепад высоты. Например, здесь возьмем следующим образом форма генплан, топа поверхность, разместить точку. Здесь у нас была отметка 800, вот тут мы ее поставим. И, например, поставим сюда еще 800. Таким образом у нас будет вот эта площадка, эта площадочка, она у нас будет 800 метров над уровнем моря. А этой отметки мы сделаем меньше. так, как-то у нас было 799. Enter. Так, теперь 793 примерно поставим. Ну, то есть 2. Там у нас было 2. 2. Это не важно, в принципе. И 793. Так, проверено. Тут 2. То есть, вот мы получили вот такой рельеф. Вот, собственно говоря, видите, рельеф выстраивает, рельеф сразу выстраивает такие параллельные линии проектной горизонтали. Ну, нам надо все-таки больше такие плавные холмы сделать. Вот, для этого вернемся в исходную позицию, где выделяются линии, которые мы нанесли. Им надо поставить радиус. На каждую дуу нам нужно поставить радиус, чтобы мы потом могли к центру радиуса привязаться. И сейчас рассмотрим, как. так, воспользуемся следующим инструментом. Для начала зайдем, выделим топоповерхность, зайдем в редактировать поверхности. Теперь, вот точка, которая у нас есть, 800, мы ее выделяем, заходим в массив и выбираем. И выбираем есть несколько вариантов. Можно использовать, вот допустим, первый вариант. Да, обязательно должна стоять вот это, этот режим круговой. Таким образом, мы сможем точку ставить по окружности. Количество пока оставляем. вот первой, если мы используем галочку здесь, расстояние между элементами, потом координаты, и вот тут как раз нам нужны координаты для того, чтобы мы отметили центр и теперь смотрите, если мы на каком-то расстоянии поставим точку, то это расстояние потом будет у нас чередоваться по нашему отрезку дуги. Допустим, поставим 5. Маловато, у нас расстояние ну, пускай будет 20. то есть вот 20 многовато, поставим 16. Вот где-то в этом месте оставим. То есть у нас сформировался массив точек, который четко идет по линии, по дуге, которая формирует наш плавный переход высотных отметок. Дальше, находясь в редакторе, мы также отметку баланса Так, это у нас какая отметка баланса, сейчас проверим. 800, здесь 800, все, продолжаем. Так, берем опять же 800, ставим ее на следующем отрезке, теперь выделяем опять массив, координаты, координаты, поставим 15, почти угадали, 17, хотя нет, не угадали. Ну, если знать точное расстояние, то можно с этим работать. Так, теперь возьмем еще одну точку, 800, оставим, и теперь выделим ее, массив, и возьмем, например, расстояние между элементами, уберем, а поставим общая длина, опять координаты, что это значит, что мы сейчас отметив центр, получили ось, и теперь выделив точку, мы устанавливаем на конечной точке, вот, и вот эти две точки у нас будут ограничивать количество наших размещаемых точек, допустим, поставим 30, вот они стали, 25, вот они стали, вот, таким образом, видите, у нас плавненький, вот здесь появился плавный переход, невидимый, вот, и если сделать то же самое с вот этими изолиниями, то у нас получится плавный переход вниз, туда по мере убывания, в чем здесь как бы может быть минус, что нужно долго выставлять эти линии, радиусы, потом эти линии можно будет скрыть на виде, чтобы они не мешали, или удалить, и точно так же размеры радиусов, но этот способ позволяет нам плавно сделать переход и точно разместить отметки высотные вдоль изолинии. Следующий способ массив, то же самое расставляем точки, но только вдоль линий проектной горизонтали, но в частности вот проектной горизонтали параллельной, да, Revit автоматически формирует при формировании рельефа, но если нам необходимо немного изменить наш рельеф, то мы так же выделяем архитектуру, потом линии моделей, и например вот нам надо как-то так рельеф изменить. Вот здесь эти линии мы можем копировать допустим шагом один метр например, или два, ну я здесь поставлю пять, пять метров, вот мы скопировали эту линию, эту линию, и точно так же вдоль этой линии мы выставляем наши точки, допустим разместить отметку, здесь у нас должна быть восемьсот до восемьсот, ну а здесь мы поставим например, чтобы был ярко выраженный перепад, поставим например семьсот пятьдесят, вот мы поставили семьсот пятьдесят, сразу же у нас видите, перелом получился, и теперь выделяем точку, берем массив и переходим в режим линейный, здесь все то же самое, или по расстояниям, или по общей длине, и здесь и здесь здесь вот теперь мы видим здесь две точки у нас если необходимо можно поставить точки, но в принципе на вот таких горизонталях иногда достаточно начальни в конце поставить, все ровно вот у нас есть две плоскости, одна плоскость, которая в отметках одинаковых вот она здесь 750 и здесь 750 и поэтому идет перелом а если мы заменим сделаем здесь допустим отменим операции и поставим здесь 800 подплощадку выделим линейное расстояние выделяем точку переносим ее сюда и видим что у нас немножко по-другому все допустим вот так здесь проверяем 800 здесь 800 здесь 800 следующие точки можно будет сделать другие допустим разместить точку и поставить 700 700 700 и здесь 700 и здесь то есть эта часть более плавно пошла то есть таким образом горизонтальными линиями мы можем указать направление уклона и соответственно спланировать потенциальный наш рельеф 1 1 2 2 3